Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Представляю вам мое видео о чесноке. Что будет, если есть чеснок каждый день? Из данного моего видео вы узнаете, может ли чеснок заменить препараты от давления, атеросклероза и тромбообразования. Я расскажу вам самые главные и важные данные о чесноке, которые нужно знать всем и каждому. И часть из которых вы не знали ранее. Я поясню, какие лечебные свойства чеснока есть на самом деле, чем он полезен для сердечно-сосудистой системы и не только. Понижает ли чеснок кровяное артериальное давление? И как его правильно есть и с чем? А в конце этого видео я дам вам ценный рецепт эликсира здоровья из чеснока. Итак, отец современной медицины Гиппократ советовал всем есть чеснок каждый день. И он, конечно же, был прав, что, собственно, не удивляет. У кого повышен холестерин, знают, что статины снижают уровень холестерина, врачи их прописывают. Но эти статины обладают серьезными побочными действиями. И я про это говорил уже в своих прошлых видео. Достоверно известно, что чеснок понижает уровень триглицеридов. Это факт. Он снижает уровень плохого холестерина, липопротеина в низкой плотности. И уменьшает окисление липопротеина в низкой плотности. А они являются главной причиной образования холестериновых бляжек. То есть чеснок в этом направлении работает на 100%, и это факт. Улучшает чеснок и функции эндотелия кровеносных сосудов. А именно усиливает выработку оксида азота, что замедляет старческие негативные изменения в организме. О чем у меня, кстати, было видео совсем недавно. Вот это самое видео. Посмотрите потом по ссылке, будет в описании. Чеснок также уменьшает слепание тробоцитов и активизирует их. То есть он в этом плане лучше аспирина, так как безопасен и натурален. Говоря о пользе чеснока, вообще дело не только в алиине и глутамилцистеине. Не только в алицине. То есть в этих действующих веществах, содержащихся в чесноке и образующихся при его переваривании и ферментации, о которых все знают. И говорят, кому не лень, а в комплексе веществ. И в их воздействии на все системы ЖКТ и не только ЖКТ. В чесноке содержится много серы. Это очень важно для кожи, а также для построения серосодержащих белков и для синтеза нашей родной симбиотической кишечной микрофлоры, серосодержащих аминокислот. Из которых потом уже синтезируются белки в каждой клетке нашего организма в органеллах, которые называются рибосомами. Чеснок, дорогие товарищи, и запомните это. Это самое лучшее, самое сильное желчегонное средство из всех, что вообще есть на планете. Тем самым чеснок это еще и защита, и очистка печени, и желчного пузыря. Чесночное масло потреблять можно, но смысла особого нет. В нем не все важные действующие вещества находятся. Особенно нет смысла, если это масло термически обработано. А лучше есть и правильнее цельный, свежий, термически необработанный чеснок. А иначе смысла нет. Если он термически обработан, то вы просто убиваете все полезные лечебные свойства чеснока. Снижает ли чеснок артериальное давление и снижает ли он тромбообразование? Да, есть многолетние научные исследования про влияние чеснока на холестерин и на снижение повышенного артериального давления, а также на его способность к уменьшению тромбообразования. Эти исследования показали, что плохой холестерин чеснок снижает, как я уже вам об этом говорил, триглицериды снижает, от чеснока снижаются липопротеиды низкой плотности и повышаются высокой плотности, что хорошо. То есть липидный профиль в крови чеснок улучшает точно. Но часть исследований не показали никаких изменений артериального давления, то есть часть этих исследований. Некоторые показали. А по уменьшению тромбообразования тоже не было выявлено явных улучшений. Но ясно точно одно, что с изменением питания и образа жизни однозначно позитивное влияние чеснока как катализатора многих процессов есть. Есть и в этих сферах. И будет это влияние однозначно, если вы не будете пить алкоголь, курить, не будете есть мясо и химические продукты в упаковках, фастфуд. Если вы будете много двигаться, пить воду, а не всякие там иные напитки, тогда да, поможет и в этом. А то получается одно лечим, другое калечим. И все ждем волшебных пилюль. А волшебная пилюля это всегда комплекс мер. Это системный подход. Поэтому не будем делать выводы из неполноценной аналитики по проводимым исследованиям по тромбообразованию и снижению артериального давления. Но про давление я вам подсказочку чуть дальше дам. Знаете, мои новые зрители, что у меня есть второй канал, он называется «Жизнь на земле». Также у меня есть объявление о трудовых вакансиях в мое хозяйство в Пушкинских горах. Ссылка будет в описании под этим видео. Да, также под этим видео будет ссылочка на продажу большой территории в 160 гектар с двумя ледникового происхождения озерами, тоже в Псковской области, но в другом районе. Посмотрите в описании по ссылочке. И да, кому интересно, посмотрите 4 коротеньких видео о новых уникальных приборах для защиты своего здоровья. Сейчас сезон, и мои видео о натуральных защитных средствах от комаров и от клещей будут как нельзя лучше. Ссылки на эти видео будут в описании. Так что же важно еще знать и учесть? Ну, во-первых, чеснок не должен быть китайским категорически, потому что он обрабатывается и различной химией при выращивании, и хлоркой для последующего хранения для идеального внешнего вида и лёжкости. А надо использовать натуральный домашний органический био. В чесноке содержится еще и такой элемент, как германия, очень важный микроэлемент для сосудов. В чесноке многоселена – это самый сильный антиоксидант среди минералов. Что касается метода Чингисхана, предвижу вопросы некоторых из зрителей, ну, по избавлению от паразитов, кто не знал, работает он только при наличии паразитов именно в кишечнике и только в момент применения данной методики. Ну, а паразиты, находящиеся в тканях, в различных иных органах, будут защищены от действия чеснока. Потому, посмотрите лучше вот это моё полное видео о паразитах, о циклах развития, путях заражения и методиках лечения. Там много важных предостережений. А также моё пояснение про правила гигиены. Говоря же о сосудах, посмотрите потом вот это моё видео про атеросклероз. Ну и, соответственно, тромбы. Сколько же потреблять чеснока в день? 2-4 зубчика в день среднего размера – это идеально. Можно и больше, кто-то ест больше. Есть это в идеале можно и нужно с салатами, а обязательно вместе с жирами. Потому что на попадание этих жиров чеснок, как мощнейшее желчегонное средство, вызовет опражнение желчного пузыря. И, соответственно, большее количество желчи обработают жиры, что очень важно для их правильного усвоения в организме. Это различные масла. Например, можно использовать льняное масло. Это в идеале органовое, конопляное, оливковое. Можно чеснок в салатах есть с авокадо, ведь авокадо – это чистый жир и очень полезные жирные кислоты содержит. В идеале в этот салат, конечно, ещё добавлять очищенные семечки конопли. Это самый лучший вариант. Но можно добавить и кедровые орешки, наконец, кунжутные семена. А если у кого-то есть язвы и другие проблемы с ЖКТ, и вы опасаетесь, или вам кто-то сказал про вред чеснока в этом случае, то поступите разумно. Просто до приёма пищи с чесноком за 5-10 минут до того рассосите кокосовое масло. Одну-две чайные ложечки. Можно и оливковое, можно льняное. Однозначно работает чеснок как сильнейшее противовирусное и противомикробное, то есть противобактериальное, бактерицидное средство. Чеснок – это природный антибиотик, без пагубных побочных эффектов. На Руси всегда ели чеснок и лечились им, наряду, конечно же, с другими натуральными природными средствами. И Гиппократ говорил, что пища должна быть лекарством, а лекарство – пищей. В природе, дорогие друзья, есть всё, чтобы человек был здоров, чтобы он смог вылечить любую болезнь и не болел впоследствии. Только надо знать, что, а эти знания мы, по сути, утеряли. Современное общество. Если вам будет интересно, посмотрите моё вот это видео про уникальный гриб – весёлку. Очень интересное и важное видео. Чеснок укрепляет иммунитет, это тоже факт. При болезнях, лёгких, бронхах, кашле, простудах он необходим. Чеснок ещё и по низшим грибкам микромицетам, то есть дрожжевым и плесневым, работает. И он применяется даже в комплексной терапии при лечении грибка, например, кожи головы, перхоти. И при лечении акнокожи. Полезные бактерии кишечника наши, родные, симбиотически, не переживайте, он не убивает. Запах – это да. Но тут уж решайте сами. Кстати, у нас есть чесночный порошок и дольки чеснока, то есть две позиции, которые высушены были в вакуумных дегидраторах без потери качества и свойств, а при этом ещё и без резкого едкого запаха. Ссылочки будут в описании под этим видео. Можно, конечно, принимать и чесночные капсулы, ну, чтобы не пахло. Но такого эффекта не будет, потому что масло эта выжимка и она не содержит все компоненты цельного продукта. Лук и хрен на Руси тоже испокон веку использовался. И не просто так. Если вы хотите, чтобы я снял видео вот подобное этому нынешнему, но про лук и хрен, про их уникальные свойства и виды применения, напишите мне об этом под этим видео. То есть письмо, что да, обязательно сделайте про это видео. Для вас это несколько секунд, а для меня важная обратная связь, не безразличие ваше, для кого, собственно, я это делаю, а мог бы что-то другое сделать и потратить время с большей пользой, возможно. Потому будьте активны, и я тогда данное видео поставлю себе в график и обязательно сделаю. А про гипертонию, а правильно говорить про артериальную гипертензию, обязательно посмотрите вот эти мои два видео. И начните, я советую, именно со второй части. Ну а теперь, как потреблять, как есть чеснок в виде эликсира. И, собственно, рецепт этого эликсира. А рецепт очень прост. Всего три компонента. Берете сок двух свежевыжатых лимонов среднего размера, но лучше два лимона просто провернуть на мясорубке фарш, без кожуры только. Возьмите два крупных или три средних головки чеснока. Не зубца, а головки. Тоже проверните на мясорубке. Добавьте пол-литра качественного, дикого, а еще лучше, перезимовавшего с пчелами меда, который добывается в мае, собранный пчелами за весь прошлый год. А такой мед полностью ферментирован, имеет высокое диастазное число, ну и по другим причинам. И лучше дикий мед, полученный из колод, бортей от пчел, а не из ульев. Это совсем другой эффект будет. Да, не спрашивайте меня, где взять. У нас есть такой мед. Ссылка будет под этим видео в описании, где будут и другие ссылки. Нажмете еще под этим видео, ссылочки откроются и увидите в том числе ссылку на наш сайт nadgar.ru на этот разный наш дикий мед. Кстати, лимоны мы тоже свои выращиваем, но пока не продаем. Мало пока плодов, но будут. Питомник по цитрусовым у нас уже заложен. Если захотите, кстати, посмотрите вот это мое видео, которое называется «Зачем я переехал на землю и для чего я строю мегахозяйство». Ну а всю эту смесь хорошенько перемешать и хранить в стеклянной банке с закрытой крышкой. Вначале надо дать постоять дней 5 при комнатной температуре, но не на свету. Ну а потом переместить в холодильник и уже хранить. Начать потребление можно с 6-7 дня от приготовления данной смеси. Потреблять нужно так, по одной чайной ложечке, перед едой рассасывать и таким образом 2 раза в день. Ограничений в днях, месяцах, годах потребления нет. Желательно это ввести в правило и результаты будут изумительные. Чеснок помимо этого можно и даже желательно дополнительно есть в салатах. Одно другому не мешает, а только дополняет. Понравилось вам данное видео? Тогда поддержите мой данный ролик и мой канал лайками своими к этому видео. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Да, не ленитесь, нажмите слово еще в ютубе под этим видео, откроются ссылочки. Но прочтите все эти ссылки, посмотрите данные видео и информацию, которую я укажу под этим видео. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.